Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость утверждает, что ваши величайшие битвы с тьмой — это места вашего величайшего наследия. Так что пора поменять свое мышление. Пора поменять свою жизнь. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Добро пожаловать, Дух Святой! Приходи и изливайся! Итак, мой гость сегодня — это Кори Рассел. Он вырос в христианской семье. Как и многие христиане, он не пережил опыта познания Бога. В 13 лет в его жизнь пришли наркотики и разные случайные связи. Но однажды на парковке колледжа произошло нечто удивительное. И что же? Все верно, Сид. В подростковые годы я погрузился во тьму этого мира. Наркотики, секс и соответствующий образ жизни. Я учился в колледже, и моя мама молилась за меня. Мама моего лучшего друга тоже за меня молилась. Они вопрошали, «А вы знали, что они за вас молятся?» «Нет, не я, не мой друг. Мы просто ушли с головой в этот мир». Мы ни о чем не догадывались, однако в жизни моего друга наступила пора, когда он стал странно себя вести и в итоге получил спасение. Две недели спустя он приехал в колледж, где я учился. Он позвал меня на ланч и рассказал, что уже несколько месяцев ему открывается духовный мир. Он видит ангелов и демонов, тех, что нас контролируют. Он сказал, что вечером, накануне его отъезда, он услышал голос Бога, который сказал, «Сатана поднимает армию, но я тоже поднимаю армию». Друг стал проповедовать мне, «Кори, тебе нужно отдать свою жизнь Иисусу». Атриалин, тебе нужно отдать свою жизнь Иисусу. А я ответил, «Замолчи и отвези меня обратно в колледж». Я на него разозлился. Он привез меня обратно, остановился на парковке, и прежде чем выйти из машины, я ощутил такое присутствие, какого никогда не ощущал. Позже я узнал, что это был Дух Святой. Он двигался от правой части моего тела к левой, и меня сильно затрясло. «Ой, а знаете что? Должен вам сказать, что пока вы это рассказывали, меня тоже как-то начало трясти. Ну что ж, продолжайте, пожалуйста». Рассказывая об этом, я каждый раз ощущаю Бога. «Я тоже». Когда вы говорите, друг припарковался и начал молиться. Когда он стал молиться, я почувствовал, что должен произнести имя Иисуса. Но я смог, вы говорите, только «Иис». Я пытался произнести его имя. «А почему вы не могли произнести его?» Бесы буквально держали меня за горло. Но тогда я этого не знал, я просто не мог произнести имя Господа. Внутри я слышал «скажи это». Я подумал, я пытаюсь, пытаюсь. Наконец я сделал глубокий вдох, собрал все силы и выкрикнул это имя «Иисус». Когда я выкрикнул его имя, бесы отпустили мое горло. Бог пришел и вдохнул в меня свой дух. Я повторял «Я дышу». А через минуту я впервые услышал голос Бога, который сказал «Кори, выйди из машины, встань на тротуар и отдай мне свою жизнь и свой разум». Так прямо посреди парковки колледжа, где повсюду бегали студенты, я закричал «Иисус Христос, я отдаю тебе свою жизнь, я твой». В тот момент я перешел от смерти к жизни, свободной от наркотиков и алкоголя. «Хорошо, вы и ваш друг теперь нормальные». «Все верно?» Нормальные по меркам Библии, а не по меркам этого мира. Вы учились в колледже, оказали ли вы какое-нибудь влияние на других студентов? Мы увидели это влияние в первый месяц, у меня были друзья с зависимостями, у которых тоже стали происходить подобные встречи с Богом. Я привел Господу своего младшего брата, который еще учился в школе. В последующие полгода половина старшеклассников пришли к Иисусу. Мы увидели, как в поместной церкви началось движение Бога. У нас проходило пять собраний в неделю, они длились до трех ночи. Я влюбился в Бога. Мы увидели, как Бог коснулся небольшого города в северо-западном Арканзасе. Жизнь людей меняется вплоть до сегодняшнего дня. Есть человек, о котором многие не слышали, но он стал очень влиятельным человеком в вашей жизни. Его звали Дэниел Нэш, сейчас он уже на небесах. Так вот, расскажите мне, пожалуйста, немного об этом человеке. Я женился в 98-м, наша первая дочь родилась в 99-м, вторая в 2003-м, третья в 2010-м. Господь сказал, что у нас скоро появится сын. 26 июня 12-го года у нас родился сын. Мы назвали его Иосия Нэш Рассел в честь Дэниела Нэша. Он был ходатаем у Чарльза Финнея во время Второго Великого Пробуждения. Многим людям знакомо имя Чарльза Финнея, но мало кто знает о Дэниеле Нэшем. Он и еще один человек были предшественниками компании Чарльза Финнея. Они снимали подвал за 25 центов в неделю. Позже у женщины, которая была хозяйкой этого дома, взяли интервью. Она рассказала, что слушала, как двое мужчин начинали плакать, стонать и взывать о том, чтобы в их регион пришел Божий прорыв. Они двигались в ходатайстве. Они понимали его принцип. Если вы одержите победу в небесах, тогда Слово Божие придет в силе. Чарльз Финнея рассказывал, что Дэниел Нэш всегда приходил в первый вечер компании этого пробуждения и говорил только одну фразу. Господь пришел. Финней говорил, что Дэниел ни разу не ошибся. Через несколько месяцев после смерти Дэниела Нэша пробуждение Чарльза Финнея стало сходить на нет. Дэниел Нэш внес просто огромный вклад в успех пробуждения Чарльза Финнея. Это так. Ну надо же. В консервативном смысле этого слова это действительно так. А насколько успешным было пробуждение самого Финнея, результатом восьминедельного пробуждения в Нью-Йорке стали 500 тысяч новообращенных. Это подтвержденные цифры. 500 тысяч человек. А знаете, что ответил Биллигрэм на вопрос о самом большом своем сожалению? Он сказал, я умножал новообращенных, а не учеников. А что же было с людьми Нэша? Они обрели глубину и характер. Говорят, что 80% обращенных во время пробуждения Финнея прошли испытания временем. Они возрастали в знании слова, возрастали в молитве и жили в святости. Я думаю, что Финней понимал связь между молитвой и евангелизмом. Это и принесло такую глубину, благодаря которой люди становились учениками, и они оставались ими. Итак, Кори стал верующим, затем увидел череду удивительных событий. Затем у Кори и его жены начался очень мрачный период в жизни. Расскажите мне об этом, Кори. Как я сказал, мы назвали своего сына Иоси Анаш. 16 марта 2013 года я служил в Лондоне в Англии и проповедовал там Евангелие. На второй вечер я выходил со служения, кто-то принес мне телефон. Я подумал, что нужно помолиться за чего-то друга или родственника. Я взял трубку и услышал, как моя жена сказала, наш сын умер. Он скончался. Жена уложила его на дневной сон, и он не проснулся. Страшный вирус поразил нашу семью, и его сердце просто не справилось. Затем был целый ночной кошмар и звонков. Это было очень мрачное время. Я полетел назад в Арканзас, и началось наше путешествие, которое продолжается уже последние 10 лет. Вот наша история. В результате вам стало хуже или лучше? Я бы сказал, что мне стало лучше. Я бы сказал, что взял всю свою боль, смятение, все вопросы и принес их к ногам Иисусом. Я еще глубже погрузился в Него и Его Слово. Господь показал мне пять псалмов, которые вдохнули жизнь в меня и мою семью. И мы смогли продолжать. Жить все эти годы, после смерти нашего сына, мы жили, несмотря ни на что. Затем, в 2014 году, во сне проверенного пророка, произошла еще одна ваша встреча с Богом. Расскажите об этом вкратце. Один из псалмов, это второй псалом, в котором дьявол восстает против наследия Иисуса, я почувствовал, что дьявол восстает против и моей семьи, против моей жены, против моих детей, против нашего будущего. Он гадал, справимся мы или нет. Справимся ли мы? Было время в 2014 году, когда я молился по второму псалму и просил Бога о моем наследии. Я спрашивал Бог, вызови поколение из этого времени. Именно в это время мой друг, пророк Иеремия Джонсон, прислал мне свой сон. В этом сне церковь находилась в осаде. Разгорались культурные войны. Мы словно попали в Средневековье. Все побежали на городскую площадь, и мы поняли, что не знаем, как молиться в такое время. Мы не знаем, как молиться в такое время. В этом сне я ходил и улыбался, говорил, это время, которого мы так ждали. В этом сне мой друг стал пророчествовать мне и сказал, «Кори, для каждого голоса пробуждения я подниму семь голосов ходатаев». Для каждого голоса пробуждения я подниму семь голосов ходатаев. Он повторил это дважды. А затем он сказал, «Я дал Лу-Инглу Назареев, а тебе я даю Нешареев». Так он и сказал, «Нешареев, они будут тайной армией ходатаев для тебя». Я никогда не слышал такой термин «Нешареи», а вы никогда, никогда. Бог сказал, «Эти Нешареи будут тайными ходатаями». Возможно, люди о них не знают, но они будут известны на небесах. Я услышу их молитвы и пошлю пробуждение в их семьи, пробуждение в их церкви и пробуждение в их народы. А сколько всего Нешареев лично вам доверено поднять? Как раз перед этим сном у меня был ланч с Рейнхардом Бонке. Когда вы встречаетесь с подобным человеком, ваша вера возрастает. После этого сна я стал молиться, «Господь, дай мне 100 миллионов Нешареев для глобального пробуждения, возвращения Господа и спасения Израиля». Я сказал, «Господь, я проведу остаток своих дней, пробуждая эту армию ходатаев, чтобы они заняли свои позиции на земле». Когда мы вернемся, Кори расскажет нам об удивительной, поистине удивительной связи между Нешареями и еврейским народом. Каждый раз, когда он учит на эту тему, происходит сверхъестественное. Не уходите, мы скоро к вам вернемся. Очень скоро. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Телеканал ТБН создал новый сервис молитвенной поддержки. Это совершенно иной уровень взаимодействия верующих в едином молитвенном служении. В специально созданном инструменте в Телеграме, где нет ничего лишнего, что будет отвлекать от молитвы, ты сможешь не только попросить о поддержке, но также стать честью глобального молитвенного движения, молясь за других людей. Вместе с тобой молиться за просьбы будут сразу 70 молитвенных групп ТБН из разных церквей по всему лицу земли. Ходатайствуй самостоятельно или вместе с церковью. Господь обязательно благословит тебя. Чтобы воспользоваться новым сервисом, рассказать о своей нужде, засвидетельствовать славу Божью или помолиться за других, переходи по ссылке в описании и следуй инструкции. Большинство верующих не знают о тронном зале Бога и о том, насколько важно фокусировать свой взгляд на тронном зале. Кори, объясните это. Я изучал второй псалом и вдруг увидел сражение. Я увидел сражение, которое идет за мою семью. Я не знал, как молиться. Ощущал хаос, смятение и негодование сил зла. Однако в четвертом стихе второго псалма отец рассматривает точно такую же ситуацию. Там сказано, живущий на небесах посмеется. Господь стал учить меня. Кори, я хочу поднять тебя в тронный зал на небесах, чтобы ты посмотрел на гнев сил зла с моей божественной перспективы. Я хочу наполнить тебя моей уверенностью в том, что как бы ни гневался дьявол, сколько бы хаоса и смятения не пришло в твою семью, это не будет длиться долго. Я хочу научить тебя сидеть рядом со мной, смотреть так, как смотрю я, и говорить штормам так, как говорю я, чтобы в твою семью пришел покой. А вы знали, что в Евангелиях Иисус три раза возводил глаза к небу? Он сделал это перед тем, как накормить пять тысяч человек. Он сделал это перед тем, как воскресить Лазаря из мертвых, и перед своей молитвой в 17 главе Евангелия от Иоанна. Иисус вознесся на трон. Я обнаружил, что многие верующие живут как жертвы хаоса, смятения, тревоги и страха за свои семьи и страха обстоятельства в этом мире. Однако Павел дает нам библейское повеление в третьей главе Колоссиным «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Это призыв, обращенный к нам. Мы ведем битву из тронного зела. Только так мы сможем это сделать. Библия повсюду говорит о тронном зале. Бытует такое мнение. Ты столько думаешь о небесах, что на земле от тебя проку нет. Это абсолютная ложь. На земле от нас не будет никакого проку, пока мы не сконцентрируемся на небесах. Мы берем ресурсы, власть и присутствие тронного зела Божьего и высвобождаем это, чтобы Божье Царство было на земле, как и на небе. Когда вы высвобождаете это, когда вы учите этому, что обычно происходит с группой, которую вы учите? Я часто вижу, что подавленность, депрессия, тяжесть, тревожесть и мучения уходят из души и разума людей. Я вижу, как приходит освобождение. Я буквально вижу, как подавленность, которая так гнетет людей и связывает их тревогой за их будущее, уходит и приходит сверхъестественный покой. Вижу, как к ним возвращается радость, потому что праведность, мир и радость царят в тронном зале. Все эти вещи касаются людей. Я вижу, что они идут в свободе, и это потрясающе. Скоро я попрошу вас учить об этом, а сейчас расскажите нам о двух встречах вашей жены с Богом в 21-м году. Я получил слово о Нашареях в 14-м году. Но, честно говоря, моя жена все еще переживала травму и боль из-за потерь нашего сына. Я просто проповедовал ей вере, говоря, мы справимся, мы непременно справимся. В 21-м году мы были на собрании в Далласе. На выходных Господь начал высвобождать Божий огонь на мою жену. А что это за Божий огонь? Она начала ощущать, как жар растапливает ее холодное сердце. Она буквально почувствовала, как холод, молчание и безразличие ушли. И она вновь могла чувствоваться. Она снова начала слышать Бога. На второй вечер этих выходных, перед тем, как лечь спать, она услышала фразу от Господа. Она звучала так. «Любишь ли ты меня?» Эти же слова Иисус обратил к Петру в 21-й главе Евангелия от Иоанна. Они говорили о восстановлении Петра, служении после провала. Услышав эти слова, моя жена ответила, «Иисус, ты знаешь, что я люблю тебя». Она знала, что это приглашение. На следующее утро мы были на собрании. И именно в это утро, 21 февраля, 21-го года. И светские, и религиозные евреи со всего мира взывали о том, чтобы Мессия вернулся. В то утро на нашем собрании был Лу Ингл. Он встал и сказал, «Пришло время, чтобы церковь заполнила вакуум. Пока евреи со всего мира просят, чтобы Мессия вернулся, мы будем просить откровения оба Ишуа как Мессии». Лу начал молиться. Пока он молился, я увидел, что моя жена тут же упала на пол. Она упала на пол и начала рыдать, кричать и молиться громким голосом. Следующие четыре часа она вообще не двигалась. Она не двигалась, а просто плакала. Четыре часа спустя я поднял ее. Она посмотрела на меня. И вы что, все четыре часа смотрели, как она просто лежит на полу? Я тоже был в молитве и сидел рядом с ней. Она ушла в молитву. В два часа ночи я вывел ее из церкви и спросил, «Дорогая, что ты видела?» Она сказала, «Коре, я видела армию нашареев. И ты должен знать, что это армия из 62-й главы Исаии». Это стражи на башне, которых Бог разместит по всей земле ради спасения Израиля. А почему это так важно? Потому что Бог — это Бог, который хранит свой завет. У Бога есть план искупления всего мира. Он избрал человека по имени Авраам, от которого произошел еврейский народ. Через еврейский народ свет придет ко всем народам земли. А почему это важно? Потому что Иисус избрал один участок земли, одну территорию на земле, и сделал ее своим вечным домом. Он избрал этот участок земли, на котором Он будет править вечно. Израиль призван быть светом для народов. Это народ священников для всех остальных народов земли. Господь пробуждает армию ходатаев сегодня в церкви, которая утвердит судьбу Израиля. У меня есть вопрос. Из-за Гитлера погибло 6 миллионов евреев. Я никогда не видел такого всплеска антисемитизма. Не только Соединенные Штаты, но и весь мир очень быстро обращается к этому антисемитизму. Что значит против евреев? У вас есть мысли, почему это так? Потому что дьявол негодует. Он знает, что его время коротко. Он делает все, что можно. Иисус сказал нам об этом в Евангелии от Матфея, 23 главе. Он смотрит на религиозных лидеров иудеев и говорит, «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете. Благословен грядущий во имя Господне». Гнев дьявола направлен на то, чтобы уничтожить сам народ, который ожидает возвращения Иисуса как Мессии. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке и по всему миру, это ярость сатаны, направленная на срыв плана Бога. Но мы знаем, что этого не случится. Я хочу, чтобы вы произнесли молитву из двух слов, которую я произнес более полувека тому назад. Она изменила мою жизнь. Это не особая молитва Билли Грамма, несмотря на то, что я фанат Билли Грамма. Я хочу, чтобы вы сказали вслух, «Иисус, помоги!» Скажите это. Наша аудитория, давайте скажите, «Иисус, помоги!» И все, кто смотрит нас дома, скажите, «Иисус, прошу тебя, помоги мне!» Я хочу, чтобы вы помолились за наших зрителей и аудиторию в студии. Смотря в камеру, помолитесь о том, что показывает вам Бог. Я молюсь сейчас за каждого человека, который переживает хаос, смятение и гнев сатаны, направленный на их семьи, супругов, детей и их жизни. Отец, я молюсь, чтобы ты привел каждого, кто сейчас слышит мой голос, в трон и зал. Я молюсь сейчас о святом приглашении из четвертой главы Откровения. Взойди сюда, и я покажу тебе. Я разрушаю всякий дух страха, тревожности и мучений. Я разрушаю вашу власть. Я говорю, поднимайтесь к трону. Отец, я молюсь сейчас за каждого из наших зрителей. Я прошу, высвободи свое сердце и откровение твоей ревности в отношении Израиля и Иерусалима. Боже, я молюсь, чтобы ты упразднил всякую разрушительную ересь, которая касается еврейского народа. Высвобождай свет в сердца и умы, и открывай свое сердце своему народу. Господь, ворвись сейчас со всей силой. Я молюсь о высвобождении славы Божьей в гостиных, высвобождении славы Божьей в спальнях. Я молюсь, чтобы ты разрушил всякую слепоту и высокомерие и излил свой свет во имя Иисуса. Пока Кори молился, я увидел запястье. Не знаю, что именно это было, но если у вас есть какие-то проблемы или боль в запястьях, начните сейчас двигать ими. Вы исцелены во имя Иисуса. А также я услышал слово «бедра», чьи-то бедра тоже исцеляются. И спины, да, боль в спине любого рода тоже исцеляется. Встаньте и начните сгибать свою спину. Кори, а вы что-нибудь видите? Поделитесь этим с нами. Да, я увидел, что Бог прямо сейчас смягчает сердца людей. Я увидел, что точно так же, как пелена сошла с глаз савла, пелена сходит с глаз людей. Я увидел, как заблудшие души приходят ко спасению. Во имя Иисуса. Я увидел, что даже верующие, которые не знали, как относится сердце Бога к еврейскому народу, получают откровение. Если вы будете молиться за мир в Иерусалиме, если вы будете молиться о целостности Иерусалима, вы обретете такой мир в сердце, который не сможет забрать ни один человек. Во имя Иешуаха Машеха я утверждаю это сегодня в вашей жизни. Аминь. Друзья, мы верим, что это послание послужит вам и укрепит в вере. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Поддержите наше служение, и это видео смогут посмотреть еще больше людей во всем мире и познать Божью любовь. Будьте благословенны. Благословенны.